О, какая интересная тележка перед нами едет. А сегодня мы едем в город Тортон. Очень странный город, в котором нельзя шуметь. Очень необычное солнце нас сегодня сопровождает. Очень низкое и очень со странными оттенками. Это все из-за пожаров. На въезде в город есть вот такое вот интересное озерцо. Они его тут называют Ривердейл. Тут целая река, разлившаяся в виде целой кучи небольших прудиков. И из этого пытаются сделать парк. Это новое место, оно еще в процессе строительства. И в общем-то это видно, что тут еще все не завершено. Кое-где встречаются свежепосаженные деревья. Только что проложенная дорожка. В общем, навяг. Самое интересное, это вот этот вот знак на въезде в город. Тут написано, какое максимальное количество децибел допустимо в какое время суток. Это и есть самая интересная, отличительная особенность этого города. В нем нельзя шуметь. И максимальный уровень шума не должен превышать стандартный шум, который издает посудомойка. Есть, конечно же, тут нюансы, которым сразу не говорят о том, что измеряют шум в 25 шагах от источника шума. Но, как обычно, есть парк обязательно. Обязательно во всех городах есть парки. В данном случае вот такой вот интересный маленький парк. Но он есть. И, конечно же, вот мы покатаемся по районам, посмотрим на домики. Домики абсолютно одинаковые, как, я бы сказал, во всех американских городах, наверное. Но, по крайней мере, в Колорадо они тут точно все строятся. Такое впечатление, что под копирку. Может быть, немножечко отличаются, но не принципиально. А это вот школа в этом городе. Вот так вот она интересно выглядит. Очень похоже на военный объект. Но, в общем-то, так оно и есть. Если вам интересно, почему это так, я могу снять отдельное видео про школы и как их строили. А дальше мы едем по этому городу. Это одна из больших центральных улиц. Она вот так вот классно выглядит. Которая постепенно ведет к большому парку с озером. Здесь очень любят парки, очень любят озера. И вот оно, это озеро с левой стороны. И дорожки, парки. И вообще тут можно много классно гулять. И этим, конечно же, мне очень нравятся абсолютно все города здесь, которые есть. Это большое наличие таких рекреационных зон, куда можно выйти, подышать свежим воздухом, погулять. В общем, насладиться природой. Они здесь это очень ценят. Вот еще разок вид на этот парк озера. Тут, конечно, в данные секунды не видно, что там есть дорожки. Но они там есть. Вон, видно, человечек бежит по дорожкам. В общем, это все окультурино. Сделано так, чтобы было приятно гулять. Есть скамеечки, есть мусорки, есть пакетики для собак. В общем, как все везде, абсолютно во всех таких местах, во всех парках. В общем, класс, вот тут вот дорожка нарисовалась, видно. Но освещение сегодня очень неестественное. Такое нестандартное, непонятное вообще. Это что-то с чем-то. Есть, конечно же, здесь и большие шумные улицы с магазинами. И это вот одна из таких улиц, где этих магазинов, как мне кажется, просто какое-то бесконечное количество. Просто едешь и магазины, магазины, кофейни, там опять магазины, какие-то мини-бизнес-центры. Чего-то только нет. Просто кошмар. И есть, конечно же, многоквартирные дома. И вот они в этом городе очень интересные. Вот так вот выглядит, например, один из многоквартирных комплексов. Прям даже не верится, что это многоквартирный комплекс изначально. А это склад Амазона. Он тоже находится в этом городе. Один из крупнейших складов в Колорадо находится именно здесь. Интересно. Вот это вот мы заехали внутрь, так сказать, территории с многоквартирными домами. Дальше мы не поехали, потому что там шлагбаум закрыт. Но можно понять, что вот такие вот домики и с гаражиками даже. Можно отдельно приобрести в аренду эти гаражики. И можно жить в таком многоквартирном доме и с гаражом прямо рядышком с ним. Это, кстати, достаточно типовое здесь строительство. Вот он, этот вот огромный склад Амазона. Такой вот уже бесконечно длинная кишка. И он там не один, и он туда вдаль тоже уходит. В общем, интересно, конечно, как доставляют из Амазона продукты вот товарищам, которые живут прямо через дорогу. Моментально или тоже нужно ждать очень-очень долго. А теперь мы свернем еще один квартальчик с жилыми домами, которые тоже очень-очень похожи все один на один. Но мне очень нравится, если честно. Я бы не отказался жить в каком-нибудь из таких домиков. Они, конечно же, очень уютные и очень приятные. Мне нравится и зелень, и тишина, и вообще сами домики классные. Конечно, супер. Так что же здесь с тишиной? Если вы хотите купить себе домик в этом городе, вы должны пройти ассессмент. Вот так вот. Обычно во всех городах просто купил и купил, и все. И не паришься, какие там местные законы. Но в этом городе вы должны пройти ассессмент. И там один из важных вопросов это соблюдение тишины. У вас должен быть с собой обязательно в наличии всегда работающий прибор для измерения шума. И просто так пошуметь не получится. Если вы хотите пошуметь, устроить какой-то праздник, где будут однозначно известны заранее громкие звуки всякие разнообразные, то вы должны подать заявку в администрацию города о том, что вы планируете шуметь. Вы хотите устроить какой-то праздник, куда вы хотите притащить, грубо говоря, какие-то колонки музыкальные, да, там что-то еще, хлопушки, выхлопушки. В общем, если это выходит за рамки просто нормального традиционного разговора, то вам нужно об этом заявлять заранее. И вам должны опровить это дело. Конечно же тот нюанс, что замерять, ну необходимо шум в 25 шагах от источника шума, в целом говорит о том, что дома вы можете у себя устраивать что угодно, потому что отойдя 25 шагов от источника, в общем-то шум очень сильно падает и не будет он уже таким уже громким. В общем, можно жить обычной жизнью. А вот опять многоквартирные дома, и они, конечно, выглядят обалдеть. Я бы в таком бы, наверное, даже многоквартирном домике и жил бы. Мне очень нравятся, очень красиво эти выглядят домики. И самое интересное, это то, что у них с обратной стороны выход к озеру. Мы объедем этот квартальчик вокруг и увидим озеро с другой стороны. Очень красивое место для жизни, конечно же. А еще у них тут есть теннисные корты и места для прогулок и всякие другие места для занятия спортом. В общем, да, здесь заботятся, конечно, здоровым образом жизни. И эти квартиры, конечно, ну вообще капец какие классные. Самое интересное, что при всем при этом этот город не является самым тихим городом в Америке, на земле, в Колорадо или еще где-либо. Потому что здесь идет обычная жизнь и здесь шумят все, как обычно. В общем-то, игнорируя, грубо говоря, это правило, которое есть. Но оно здесь есть и типа должно соблюдаться. И органы пытаются всячески форсировать это дело. Развесив тот знак, который я показывал в начале, предупреждают всех, кто приехал в этот город, о том, что шуметь здесь нельзя. Вот оно, то самое, это озеро. Квартиры вот, получается, с той стороны находятся от этого озера. Они выходят сюда. Можно здесь вокруг погулять. Я представляю, какой классный вид жить вот в тех квартирах с видом на это озерцо и ходить вокруг него гулять. Это, конечно, классно. Также здесь есть и частные дома. Вот мы немножечко проехали, были частных домов сразу, когда сюда свернули. И немножко впереди еще будут частные дома, которые тоже выходят на это озеро. И я думаю, они стоят недешево. В общем, фишка этого города – это забота о здоровье. Они здесь очень загоняются тишиной. По крайней мере, пытаются это делать. И очень это зеленый город с большим количеством парков и рекреационных зон. А дальше эта дорога, она выводит к следующему городу, который называется Вестминстер. И вот там с правой стороны даже немножечко виднеются апартнод-комплексы и таунхаусы, спрятанные в деревьях. Это тоже достаточно забавный город. Конечно, без таких приколов в виде знаков, которые висят на въезде, что типа здесь шуметь нельзя. В Вестминстере можно шуметь. Там такого нет. Прям, так сказать, рядышком следующий город. Если вам интересна прогулка по городу Вестминстер, я тоже могу снять. Какие-нибудь достопримечательности и интересные моменты этого города. Ну и, конечно же, самая интересная достопримечательность сегодня это огроменное солнце, которое садится над горами. Которое прячется в тучи и делает вот такую вот желтую атмосферу вокруг. Необычно, конечно, очень это все выглядит. Очень не похоже ни на что другое. Я надеюсь, вам было интересно это коротенькое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.